ребят сегодня поговорим про достопримечательности в гоа их на самом деле не так уж и много и можно посетить их буквально за дня три наверное большое количество находится здесь фортов и первый форт который мы поедем это теракол это место где океан заходит в реку здесь течение обычно в обратную сторону чаще всего идет прикольный эффект вообще чтобы добраться на форт теракол вам нужно сесть будет на паром идет скверима на сторону как раз к этому форту и там буквально проехать минут 5 и вы уже на месте сама поездка на пароме для мотоциклов бесплатная и кто никогда не не ездил это на самом деле занимательная штука когда ты заезжаешь туда выезжаешь смотришь как другие машины заезжают байки и тому подобное в общем те кто никогда не ездил на нем очень рекомендую на этом форте находится ресторан в котором можно вкусно покушать а также находится отель в котором можно и пожить прямо на форте следующее место находится уже не в гоа в махара штрит на рейде форте находится отличная смотровая площадка которая открывает вид нам на парадайз бич это известный пляж куда многие ездят из-за аромболя а это уже тот самый парадайз бич мы пытаемся на него заехать на байках не со стороны дороги где это обычно происходит а вот решили немножко срезать следующий форт это чапора ford он находится недалеко от сия лима и здесь смотровая площадка как мне кажется одна из лучших здесь виды обалденные и прикольные от форта мало что осталось а и самое интересное что если вы сюда поедете заезжайте на самую гору там вам будут что-то кричать показывать что ехать наверх нельзя нужно заплатить что-то никого не слушайте просто давайте к по газам и заезжайте на самый верх непосредственно прямо к форту заехал на байке форт по пути там чуваки орали таки не понял счету или останавливаясь и не то ли херозно это короче не знаю заехал на макушку практически тут вообще байков нету кроме моего это форты это площадки это а это у нас порт акуада он находится достаточно далеко от рамболя в кандалиме но его можно тоже проехать в этот же день здесь на самом деле прикольные сам по себе форт есть стены маяк на который можно залезть и посмотреть со стороны что там происходит вообще мне кажется это единственный форт который сохранился визуально классно стоимость входа что-то там в районе 30 50 рублей но сюда можно заехать еще одна достопримечательность находится в панаджи здесь прям португальская улица и классное место для того чтобы сделать интересные фотографии и вообще инста место здесь разноцветные домики и можно интересно провести время погулять посмотреть и все в таком духе и здесь прикол в том что все достопримечательности находятся буквально через дорогу здесь один собор церковь такая черноватая справа второй фото окей следующая локация куда вам нужно заехать обязательно это олдго интересно то что на небольшом расстоянии друг от друга находятся практически все самые интересные объекты этого города вам обязательно нужно зайти вовнутрь внутри виси картина тоже очень рекомендую туда зайти посмотреть на нее забыл вам рассказать еще о главной достопримечательности в го это водопад дуться гар но о нем я расскажу в отдельном видео потому что мне пришлось 28 километров идти пешком чтобы посетить это место если остались какие-нибудь еще достопримечательности о которых я не сказал пишите их комментариях возможно многим людям они очень пригодятся